Православие в семье Написано для жены, то есть муж вообще не должен читать эти слова. Для мужа написано, что люби жену. Если твоя жена неслушна для тебя, то ты должен умереть на этом кресте непослушание жены. Это твой крест. Вот, то есть мужчина обязан любить свою жену. Вот, а не так, что вот ты меня слушайся и я вот буду делать вот так вот так. Вот, то есть вы должны любить свою жену, мужчины. Вот, а женщины как раз таки должны принимать эту любовь и подчиняться мужу. Вот, вот так получается. То есть если мужчина и женщина не любят, то какое послушание он от нее требует. И отношения с родителями. То есть вы должны помнить, что ваши родители держали вас на руках, укачивали. Вы когда кричали и плакали, они не досыпали. Они как-то отнимали что-то свое, передавали это вам. И вы должны относиться к ним точно так же, как они относились к вам. То есть вы должны помнить, кто вас привел в этот мир, кто дал вам жизнь, кто позволил вам прийти в этот мир, прийти к Богу, для того, чтобы в дальнейшем вечно наслаждаться этой жизнью. То есть помните, пожалуйста, об этом. Здравствуйте. Я Игорь Анатолий Слободчиков, наследник храма святителя Николая Чудотворца, сего Плюсы. Приглашаю вас на молитву соглашения, которая проходит в нашем храме. Мы читаем Акафис Николаю Чудотворцу. Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси. Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним, к Господу нашему Иисусу Христу. До встречи на молитве. Акафис Николая Чудотворца